Программа продолжает симфоническая фантазия «Буря». На этот раз советчиком Чайковского стал Владимир Васильевич Стасов. Известный художественный критик, в то время он уже служил в публичной российской библиотеке в Петербурге и был идеологом могучей кучки, все той же могучей кучки. В конце декабря 1872 года в ответ на вопрос Чайковского о возможном сюжете Стасов прислал письмо, где указал три варианта. Во-первых, Тарас Бульба Гоголя, во-вторых, Айвенга Пальтера Скотта и в-третьих, Борю Шекспира. Чайковский выбрал третий вариант. Сама по себе пьеса одна из последних у Шекспира, самая краткая по протяженности и жанрами, такой смешанной трагикомедии. Некоторые считают, что это все-таки самая последняя вещь Шекспира. И потому сюжетная линия, связанная с великим магом Проспера, когда он наконец решает сломать и схоронить свой магический жезл, говорит о том, что якобы Шекспир подводил итоги своему творчеству. Поэтому в пьесе появляются некоторые воспоминания о предыдущих трагедиях великого драматурга. Например, заговор против короля Няпаня Алонзо, который терпит здесь фиаско, в отличие от того, что произошло в Гамлете. Или история юных влюбленных Миранды и Фернандо, отцы которых рождовали, но рожда это не вызвала таких катастрофических событий, как Ромео и Джульетти. Чайковский здесь идет совершенно иным путем, в отличие от Ромео и Джульетти, в своей овертюре фантазии. Он создает произведение, которое представляет собой серию картин, где изображены некоторые сцены, пьесы и герои, некоторые герои ее. Открывает фантазию сцена спокойного моря, спокойного до поры до времени. Но появляется дух воздуха Ариэль, который по приказу Проспера вызывает бурю. До начала работы Чайковский спрашивал у Стасова, а нужна ли вообще буря в моей буре, в моей фантазии? На что Владимир Васильевич горячо отвечал. Непременно, непременно, непременно. Тем и отличается ваше буря от предыдущих, что она появляется вдруг во всем развале. Пусть она зарычит и залает, как собака, сорвавшаяся с цепи и бросившаяся на врага по приказу хозяина. Пусть она зарычит и укусит итальянский корабль с принцем. И тотчас после этого замолчит, только тихонько вздрагивая и отходя в сторону. И Чайковский очень точно изобразил музыке вот это описание. Буквально за несколько тактов напряжение вдруг возрастает до невероятных высот. Буря гремит и бушует. И потом так же, неожиданно, словно по мановению волшебной палочки, напряжение спадает. Далее Стасов писал. Пусть наступит другая картина. Чудный в своей красоте остров, по которому наступает юная Миранда. Создание еще более чудной красоты. Вся солнце и улыбка счастья. В музыке звучит тема лирическая, тема любви. Потом следует эпизод скерцозного характера. Это портреты двух персонажей, двух подручных Проспера. Ариэля и Калибана. Дикого чудовища. И вновь мы услышим темы любви, которая разворачивается в полную силу, достигает самых высоких точек своего расцвета. Любовь властвует в мире, вызывая бурю страстей. И вот эта буря становится зеркальным отражением уже пережитой природной буры. Ну и завершает фантазию. Вновь картина спокойного моря, конфликты улажены, мир восстановлены. Чуковский очень быстро написал музыку. Буквально за 10 дней он говорил, что без всякого усилия работа шла, будто кто-то диктовал свой шин. В августе он закончил произведение, осенью оркестровал. И 7 декабря 1973 года состоялась премьера под руководством Николая Григорьевича Монштейна, который называл это произведение «блистательной историей». Но и в целом отзывы были очень благожелательными. И при жизни композитора очень часто буря исполнялась. Ну а посвятил композитору, естественно, Владимиру Васильевичу Стасову. Итак, симфоническая фантазия буря. Опус 18. Играет оркестр под управлением Анатолия Смирнова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА